В слабонированных просьбу покинуть Привет, дорогие друзья! Ну что опять захотелось мне? В начале уроков можно попить, знаете, вот такое настроение бывает Впрочем, мне же не обязательно вам нравится Я же не блогер, который будет вам предлагать прямо сходу всеми своими действиями, порой даже насильственно. ЛАЙКИ ЗА СИБИ! Как они еще делают? Я не знаю. Чем отличается блогер от преподавателя? Блогер – это чья, который сидит как на паперте у церкви и милос у него просит. «Пожалуйста, одобрите меня!» У блогеров пальцы, мне кажется, генетически загинаются вот так вот. Вот как бы, знаете, это «Попишитесь на меня!» Вот эта вся история. Мне она очень странной кажется. А препод, он делает то, что полезно. Вот если полезно само по себе, то оно не нуждается в напоминаниях. Оно не нуждается в том, чтобы это просили. Как бы мой контент на канале «Реальный французский», на котором вы находитесь, а вы знаете, кто я и где вы, это контент, в котором вы пользуетесь чем-то. Пользуйтесь, будьте потребителями, вы на моем канале. Если это не полезно… Да-да, такой чёрт! Я буду… У меня есть такой мой флоссов, который говорит замечательную вещь. Мне она нравится. Называется «Если идея способна на выживание, то её не нужно киперопекать, как тигрица опекает своего маленького оперска». Понимаете? Тигрёныша. Вот. Как говорят в новостях «У тигрицы родились дети». Вот так. Не окатилось. Не-не, ни в коем случае. Это не про кошек, конечно. Надо говорить именно о детях. Так вот. Что я разболтался? Потому что у меня к вам, наконец, какой-то продукт… Да. Не смотрите это видео. Вообще не смотрите дальше это видео. Если кто-то ещё остался тут. Не смотрите это видео. Потому что оно не для просмотров. Это видео – это полезный продукт методического типа, который создан как видеопособие. Это не видеоурок. Это новый жанр в режиме образовательных видео. Это видеопособие. Это инструмент, который теперь позволит вам правильно читать, звучать и правильно спрягать все неправильные глаголы французского языка. Внизу, сейчас я всё расскажу поподробнее, вначале будет, естественно, объяснение смысла и цели. Вы сможете с помощью видео, которое сейчас вы просматриваете, использовать это как вещь для освоения французского. Какой бы преподаватель у вас ни был, всё равно он не будет настолько же полезным, насколько словарь, например. Мы понимаем, что изучение иностранного языка без словаря невозможно. Иностранной речи возможно. Пожалуйста, отправляйтесь с официантами во Францию с нуля. Можете разговориться. Но изучение языка, вот так как обычно мы это делаем с преподавателями, всё-таки отводит преподавателю вторичную роль. Ну, как бы я имею в виду с точки зрения объективности, опять же, да, потому что понятно, что можно по рукам набить, можно воскресить, но это уже дело такое, психологическое. А вот суть вещей в объективной позиции это то, что словарь нам нужен как воздух, иначе как мы будем называть слова. Например, инструмент словарь нам понятен, это из веков веков. Я думаю, что когда вы изучали французский, если чуть-чуть уже начали ваше движение, то вы знаете, что помимо словаря при изучении французского языка нужно ещё иметь справочник спряжений. Ну, или хотя бы сайт, там, на Figaro, например, где есть справочник спряжений, где вы можете забить нужные вам глаголы и узнать, а как он спрягается во многообразии французских времён, особенно если это глагол, не подчиняющийся нормам. Друзья, во французском языке существует три типа глаголов. Первая – правильная, или, как бы сказать, немцы регулярные, правильные глаголы, первая группа так называемая. Существует вторая группа глаголов, которые ещё более правильные, хотя, как можно представить себе, ну, можно, первые порой шалят. И третья группа, которых всех страшно боятся, и не случайно во французском языке, в этом аристократическом языке, да, людей, которые придумали революцию, поэтому слово «аристократия» сразу звучит, революцию, да, 1889 года, они начали это всё основательно двигать по миру. И во французском языке очень аристократическое количество глаголов. Самое большое из романской семьи, нет, я бы сказал дальше больше, из индоевропейской семьи языков количество неправильных глаголов. Поэтому у меня в душе всё время была такая, знаете, истома изначально сделать глаголы, чтобы у каждого из учеников была возможность в любой момент посмотреть, как звучит этот написанный глагол. Понимаете, да, о чём я? Когда мы видим в словаре написанный глагол, третья группа, мы знаем, как его спрягать, потому что у нас есть специальный сайт. Мы имеем инструментарий, такой как спряжение с профранцузских глаголов на сайте или в книжке, да, у меня есть такая книжка, называется «Ах, ли конфюгей» «Искусство спрягать», смотришь там глагольчик и как его читать. Глаголы есть такие специфические, и вот нужно его не просто читать правильно, там как буковки складывать, о-и-у-а, а ещё и произносить правильно нужно, да, а-ю, это же не о-о, это же о-о, да. И вот эти глагольчики мы должны не просто уметь знать, а ещё и уметь проговорить вслух, от этого в многом зависит язык. Ну и поскольку я отвечаю за всю фонетику в русском интернете, надо сделать так, чтобы вы умели а. правильно звучать глаголами, б. знать эти глаголы в соответствующих временах, и ц. у вас была полная корзина глаголов третьей группы. Я затеял проект ежедневных спряжений французских глаголов с лета и до окончания зимы. Я делал это, ну нет, зиму, я накачаю Нового года, и вот сейчас я ещё доделал какое-то количество глаголов. 141 видео получилось, и вы, собственно говоря, в продолжении этого видео эти 141 мини-ролик, который я выкладывал в Инстаграм, увидите. Инстаграм мне не нравится как платформа для образовательных процессов, там всё-таки минутка есть для видео, Ютуб гораздо шире, однако 60 секунд это то, что достаточно для того, чтобы ежедневно проговаривать за 60 секунд главные времена главных французских глаголов. Всё главное, потому что главные глаголы это те глаголы, которые наиболее часто используются. Глаголы третьей группы, так называемые, вот эти неправильные глаголы, это глаголы, наиболее часто использующиеся в языке. Они настолько частые, что затираются до неузнаваемости, их начинают называть неправильными, потому что они столько используются, что людям на это одно и то же, они их меняют, модифицируют. В этих модифицированных формах через какое-то время уже не узнают, какими они были с самого начала. Они очень используемые, очень расхожие, очень распространённые. В этой связи настоящее время этих глаголов и прошедшее время этих глаголов в каждом видео у меня было представлено. В этом видео все инстаграмные глаголы собраны, разбиты, по подгруппам. Вы научитесь спрягать эти глаголы разумно. Перестать их называть неправильными, осознайте, что они группируются внутри своей третьей группы. Во-первых, третья группа, а не просто какие-то неправильные. Третья группа. Это рациональное число, в плане того, что это можно осознать, что это ограниченное количество материалов. Делится на подгруппы, где спрягаются идентично. В рамках одной подгруппы глаголов, третьей группы, все глаголы спрягаются одинаково. Главные времена языка – это настоящее и прошедшее. С точки зрения глаголов, они в настоящее меняются. В будущем чаще всего вы будете использовать инфинитив в речи. Вы просто будете говорить «je vais». То есть для того, чтобы спрягать в будущем достаточно просто глагол «aller» и инфинитив. Если вы знаете инфинитив, он у вас написан. Разумеется, вы будете уже хорошо уметь спрягать его в будущем, просто приложив до этого глагола глагол «aller». «Je vais parler» – «я буду говорить». «Tu vas parler» – «ты будешь говорить». «Il va parler» – «он будет говорить». А вот прошедшее время для глагола неправильного, третьей группы, это всегда специфическое причастие прошедшего времени, из которого компонуется, вы узнаете. Прошедшее время. И настоящее время главных глаголов третьей группы. Самых специфических глаголов француз. Тех разбил, упорядочил, систематизировал, выделил основные подгруппы глаголов третьей группы, сделал обособленные глаголы, особые глаголы третьей группы. И главное, в этом видео будут не только сами глаголы спрягаться, но еще и рассказы мои, вот эти, которые будут предшествовать вашему споряжению. А внизу этого видео вы увидите комментарий с таймингом. И этот тайминг позволит вам нажимать на нужный вам глагол, просто кнопочку «раз» и попадаете на споряжение нужного вам глагола или на группу глаголов, которую я вам рассказываю. То есть вы изучаете французский язык, вы хотите правильно звучать глагол, вы хотите правильно звучать глаголом, вы хотите читать его правильно, вы сомневаетесь, как это читается, вы не знаете, как спрягаются глаголы, соответствующие подгруппы. Словом, какие бы грамматические, фонетические или читающие запросы у вас не возникали, вы смотрите на это видеопособие, вы смотрите на группы глаголов, которые там идут, нажимаете на нужную кнопку, попадаете в нужный момент на это одноминутное видео, тратите одну минуту, и ваш ответ на вопрос готов. Не смотрите это видео. Пользуйтесь этим видео. У вас теперь есть все глаголы третьей группы. Это реальный французский, дорогие друзья. До скорых встреч. Ну что, добро пожаловать в инстаграм. Реальный французский. Ну что, дорогой друг, я каждый день буду появляться теперь в течение месяца. Это значит, что я буду живым напоминанием ку-куу необходимости работать с французским, реальным французским. Вот эта смесь французского с нижегородским, вот это произношение псевдо-французского у тебя изменится. И просто потому, что будешь регулярным. Здесь не столько важна работа с профессионалом по постановке фонетики в этом мини-видео, благо 60 секунд у нас только будет каждый день. Сколько напоминаний, сколько твое, пока ты будешь пролистывать свою сеть. Напоминания, что нужно заниматься французским и живым стряхиванием. А ведь для языка нужно только это. Языку нужно просто, чтобы ты его регулярно поливал. Иначе это будет какой-то безвкусный, засохлый, чахлый мексиканский кактус. Чтобы он животрепещущим был, настоящим и сочным, тебе необходимо заниматься им регулярно. Французское произношение уж тем более этого требует. Три раза, два раза в день, ну минимум. Ты посмотришь одно и то же видео, где мы будем ставить французские звуки и их сочетания. И вот, оп, у тебя получится очень много. Ты будешь звучать по-настоящему. И сам от себя узнаешь, что такое звучать по-французски уже через месяц. Просто делай. Такой учительский взят сейчас будет. Привет. Чем мы будем с вами заниматься, когда мы говорим про французскую фонетику, там 60 секунд в день по содержанию, что это будет? А я полагаю, что самое лучшее в этом смысле убить двух зайцев. Мы будем работать над тем, что называется фонетическим споряжением. Что такое фонетическое споряжение? Да, споряжение фонетики и грамматики. Мы будем брать самые популярные штуки в французском языке. То есть, если француз говорит, то наверняка будет заниматься тем, чем мы. Это использование неправильного глагола. Один глагол, неправильный глагол, так называемый глагол, третий групп в день, который мы будем проговаривать фонетически. И пока наше сознание будет занято правильным проговариванием, я буду чуть вас метафорически выражаясь правильно, щелкать языком, после этого наше подсознание будет овладевать, не думая о самой специфике споряжения этим глаголом. Вот так. Одна ключевая языковая единица в день в правильном споряжении. Просто круто, эффективно. В общем, как я люблю. До завтра. Как освоить неправильные глаголы? Первое – это начать называть глаголами третьей группы. Как присвоить, делать своими глаголы, которые мы в доску неправильными видим? Для начала думать, что они организовываются, так как глаголы третьей группы – это организованные глаголы, раз они туда укладываются и все подчиняются единым нормам. Да-да, логика глаголов третьей группы – это как жара в первых числах сентября в Москве, вопреки всяким традициям. Да, неожиданно, согласен. Московское небо – деспасито совсем. И тем не менее, если около каждого глагола подписать – e, n, d, r, e, то мы будем, как на этой неделе, спрягать каждый день глаголы, которые будут совпадать во всех временах и формах, одинаково спрягаясь в настоящем и в остальных временах. Если это будут глаголы типа «attendre», «entendre», «descendre», «surendre», «respondre», глаголы на «a», «i», «accentre», «flexe», «r», «e», наши глаголы в следующей неделе будут спрягаться как «être», «параître», «connaître», «reconnaître», «apparaître», «disparaître». Le verbe «répondre», «je réponds», «tu réponds», «il réponds», «elle répond», «on répond», «nous répondons», «vous répondez», «ils répondent», «elles répondent». «Je réponds». «Tu réponds» «Tu réponds», «il réponds», «elles répondent», «on répond», «nous répondons», «vous répondez», «ils répondent», «elles répondent». Продолжение следует... 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 He entend! He entend! Он entend! Мы вы entendите! Вы entendете? Они entendут! Они entendут! Продолжение следует... А maintenant, un exemple tout entier. J'attendrai, tu attendras, il attendra, elle attendra, on attendra, nous attendrons, vous attendrez, ils attendront, elles attendront. J'attendrai, j'attendrai, il attendra, il m'a paru. Le verbe connaître Je connais Tu connais Il connaît Elle connaît On connaît Nous connaissons Vous connaissez Ils connaissent Elles connaissent Le verbe reconnaître Je reconnais Je reconnais Je reconnais Tu reconnais Il reconnaît Elle reconnaît On reconnaît Nous reconnais Nous reconnaissons Nous reconnaissons Vous reconnaissez Ils reconnaissent Elles reconnaissent Elles disparaissent Elles disparaissent Le verbe connaissent Я м'ыкнай, ты си ковнай, он си ковнай. Мы мы и знаем, вы вы и знаете, они си ковнайс, они си ковнайс. И теперь, этот вербик, но более лентым. Я м'ыкнай, ты си ковнай. Иль си ковнай, она си ковнай, он си ковнай. Мы мы и знаем, вы вы и знаете, они си ковнайс, они си ковнайс. Я м'ыкнай, я м'ыкнай. И теперь, этот вербик, но более лентый, по-пасе ковнайс. Я м'ыкнай, ты си ковнайс, он си ковнайс, он си ковнайс. Мы си ковнайс, вы си ковнайс, они си ковнайс. Я м'ыкнай, ты си ковнайс, он си ковнайс, он си ковнайс. Он си ковнайс, он си ковнайс. Мы си ковнайс, вы си ковнайс, он си ковнайс. Я м'ыкнай, ты си ковнайс, он си ковнайс. Мы си ковнайс, вы си ковнайс, они си ковнайс. И теперь, мы си ковнайс, он си ковнайс, он си ковнайс, вы си ковнайс, они си ковнайс. Они си ковнайс, они си ковнайс. Ты знаешь Октябре? Я знаю, да, Красный Октябре. А, кажется, нет. Си ковнайс, Октябре. Вы знаете, там, в Франции? Да, нет. Си ковнайс, он си ковнайс, он си ковнайс, он си ковнайс, он си ковнайс. И Арбат, ты знаешь? Да, да. Да, да. Да, да. Си ковнайс, он си ковнайс, он си ковнайс. Ты знаешь, как это, русские? Да, да. Ваши, вау, 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 вау. Этер, чесец дулейфер парайтр, мйю ковнайт. Партисипасе ду вербу врир. О, путан! Се варбе-ля, дорогие друзея, партисипасе, пасей компузей, глаголов нафрир, врир, о чудо. И смотря на все мемногочисленные настояние, увещание, увещевание, все равно продолжают терзать души моих любимых учеников. Глаголы, которые имеют свойство классиковой позиции звучать как действительно притчевый языц холидоскопен на зубах, как хотите. Дорогие друзья, слово оферта в русском языке. Оферта. Оферта. Всем известно. Но женского рода, поэтому звучит офэхта. Офэхта. Как бы предложение женского рода, поэтому и офэхта. Предложение есть сделанное, предложение есть предложенное. Предложение есть подаренное. Поэтому ла пропозиция это офэхта. Вот он, типичная картинка глагола офрир. И же с ними. Ла верб офрир. Презент. Жаффр. Ту офр. Ил офр. Эл офр. Он офр. Нус офран. Воз офрэй. Из офр. Элз офр. Маттанан, о пассе и компози. Жаффер. Ту а оффер. Ил оффер. Эл оффер. Эл оффер. Оно оффер. Оно оффер. Вы овэр. Эл оффер. Эл оффер. Эл оффер. Оно оффер. Оно оффер. Оно оффер. J'ai оффер. Ту а оффер. Ил оффер. Эл оффер. Оно оффер. Оно оффер. Мы овэр. Мы овэр. Оно оффер. Эл оффер. Эл оффер. Мы ущущим. Вы ущущите. Он ущущает. Еленой factory. Я ущущу. Ты ущущу. Он ущущ身. Он ущущ a souffert. Мы ущем. Вы ущущ Клика. Я ущущу, Кому еще не надоело в графе «А что любишь делать?» — путешествовать. Такое ощущение, как будто мало вообще кто это любит. Да, ясно. Мы все любим путешествовать. Было ли у тебя когда-нибудь путешествие по хорошее место, с него очень хорошая компания? Ну, вроде «Хочешь прикрепить подругу, возьми ее с собой в отпуск». Не-не, это ясно. Это не существует. Никогда, ни у кого, ни разу. Придумали френд-хейтер эту пословицу, это очевидно. И все же лучшее путешествие — это либо селфи, либо для души. И вот понятно, что когда мы говорим «лучшее путешествие для души», это как бы наш ум нам диктует. И как же тогда очевидно, логично, что мы можем доставить ему большое удовольствие от путешествия, не выходя из дыма? Дорогие друзья, приглашаю вас в путешествие по миру французских неправильных глаголов. Где бы ты ни был, не выходя из дыма или в любой точке планеты. Добро пожаловать, если ты, конечно, со мной не только на взлете, но еще не выпал в процессе полета. Каждый день мы повторим. Привет всем, дамы и господа. На этой неделе мы с вами будем спрягать глаголы третьей группы на фрир-врир. О, кто не любит эти глаголы, особые касты глаголов третьей группы, которые оканчиваются на фрир-врир. Это изумительные глаголы особой касты, которые закамуфлировались по своему виду инфинитивов, как глаголы второй группы являются глаголами первой группы по своему спряжению в настоящем времени, и при этом, по сути, свои они глаголы третьей группы. Вслушайтесь, в настоящее время инфинитивов «уврир», «офрир», «суфрир», «куврир», «декуврир» звучит как «жофр», «je couvre», «je souffre», а прошедшее время уже вот так. «J'ai ouvert», «je souffre», «je découvre», «je me suis ouvert». Таким образом, мы с вами откроем особенный мир ошибок любви и ненависти, особой группы глаголов французского языка. Добро пожаловать в следующую неделю фонетического спряжения. Les verbes du groupe «frir», «frir» dans les formes parolières de la langue française. Le futur imédiat. «Je vais couvrir», «tu vas couvrir», «il va couvrir», «elle va couvrir», «on va couvrir», «nous allons couvrir», «vous allez couvrir», «ils vont couvrir», «elles vont couvrir». Le passé récent. «Je viens de couvrir», «tu viens de couvrir», «il vient de couvrir», «elle vient de couvrir», «on vient de couvrir», «nous venons de couvrir», «vous venez de couvrir», «ils viennent de couvrir», «elles viennent de couvrir». Возвращение 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 Презон, мы стеще пасе купозе прощет шето глагол. А дальше сравнивать с вашей звучей. Несемка какая-то зелуя. Поехали. Аттендр. Ответ. Же-тенд. Же-аттен-ду. Конэтр. Же-конэй. Же-коню. Куврир. Же-кувр. Же-кувер. Се-кондуир. Же-ме-кондуй. Скажите, какой из глаголов и в какой форме вызвал ошибку? Напишите, потому что перед тем, как переступить в следующей группе, необходимо доказать то, что эти освоенные глаголы нужно не проходить, а осваивать. Ждать. Достигать. Оттендр. Оттендр. Вешать. Красить красками. Пандр. Тендр. Тянуть. Окрашивать. Тендр. Тендр. Зависеть. Расписывать. Депандр. Депандр. Пепел. Обтягивать себя поясом. Сандр. Сандр. Калоть. Притворяться. Фандр. Сандр. Расширять. Выключать. Этандр. Этандр. Думать. Щипать. Пенсей. Пенсей. Импортировать. Уносить. Инпортер. Инпортер. Друзья. Скажите. Зачем им. Индр. В рамках сегодняшней деятельности фонетического споряжения особой подгруппы, исковой подгруппы глаголов на Индр. Я предложу два базовых движения, которые делают качественным, правильным, точным французским этот звук. Звук, открывающий или присутствующий в корне этих глаголов. Индр. Вот здесь двух вещей и два упражнения, которые я вам сегодня дам. Первое, открытие рта. Э. Это просто вертикальное поделись челюстью вниз. Э. Мы ставим тыльную сторону ладошки и бьем подбородком. Э. Не в разные стороны воронкой, не в разные стороны. Нет креатива, нет супер дизайну. Ау, просто делаем. Э. 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 Научимся этому делу. И второе, это заведение носа. Да, не Э, не Горлом, не А, не О, а просто носовое дудение. Вот таким вот образом. И мы совмещаем. Вот таким вот образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Bonjour, aujourd'hui nous allons faire ensemble le verbe atteindre. Présent Vous avez atteint, ils ont atteint, elles ont atteint. Aujourd'hui le verbe atteint, elles ont atteint, elles ont atteint, elles ont atteint, elles ont atteint. Passer composé. J'ai peint, tu as peint, il a peint. Nous avons peint. Nous avons peint. Vous avez peint. Ils ont peint. Futur simple. Je peindrai. Tu peindras. Il peindra. Nous peindrons. Vous peindrez. Vous peindrez. Ils peindront. Le verbe se plaindre. Au présent de la forme négative. Je ne me plains pas. Tu ne te plains pas. Il ne se plaint pas. Elle ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Nous ne nous plaignons pas. Vous ne vous plaignez pas. Il ne se plaigne pas. Elle ne se plaigne pas. Maintenant le passé composé. Forme positive. Je me suis plaint. Tu t'es plaint. Il s'est plaint. Elle s'est plainte. On s'est plaint. Nous nous sommes plaint. Vous vous êtes plaint. Ils se sont plaint. Elles se sont plaintes. 5h10 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 5h10 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Le verbe rejoindre. Présent. Je rejoins. Tu rejoins. Il rejoint. Nous rejoignons. Vous rejoignez. Ils rejoignent. Passé composé. Je rejoins. Je rejoins. Tu es rejoins. Il rejoint. Il rejoint. Nous avons rejoins. Vous avez rejoins. Ils ont rejoins. Elles ont rejoins. Elles ont rejoins. Le danger ne doit pas aller en mer. Il ne doit pas aller en mer. Le chat est chaudé. Il prend l'eau froide. Un mauvais ouvrier se plaint toujours de son instrument. C'est correct. 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 Dormir. Dormir. Servir. Sentir. Le verbe sortir. Je sors. Tu sors. Il sort. Elle sort. On sort. Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Elles sortent. Elles sont sorties. Mentir. Le verbe mentir au présent de l'indicatif. Je mens. Tu mens. Il ment. Elle ment. On ment. Nous mentons. Passer composé. J'ai menti. Tu as menti. Il a menti. Elle a menti. On a menti. Nous avons menti. Vous avez menti. Ils ont menti. Elles ont menti. Servir. Faisons. Je sers. Tu sers. Il sert. Elle sert. On sert. Nous servons. Nous servons. Vous servez. Ils servent. Elles servent. Elles servent. On a servi. On a servi. Nous avons servi. Nous avons servi. Vous avez servi. Ils ont servi. Elles ont servi. Elles ont servi. Sortir. Encore. Sortir. Le verbe sortir. Je sers. Tu sers. Ils servent. Elles servent. On sort. Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Elles sortent. Je suis sorti. Tu es sorti. Il est sorti. Elle est sorti. On est sorti. Nous sommes sortis. Vous êtes sortis. Ils sont sortis. Elles sont sortis. Voilà. Partir. Présent. Je pars. Tu pars. Il part. Elle part. On part. Nous partons. Vous partez. Ils partent. Elles partent. Les partent. Lors de notre passé. Elles partent. Lors de notre passé. ПАСЕЕ КОНПОСЫЕ Je sens. Tu sens. Il sent. Elle sent. On sent. Nous sentons. Vous sentez. Ils sentent. Elles sentent. Ça, c'est composé. J'ai senti. Tu as senti. Il a senti. Elle a senti. On a senti. Nous avons senti. Vous avez senti. Ils ont senti. Elles ont senti. Futur simple. Je sentirai. Tu sentiras. Il sentira. Elle sentira. On sentira. Nous sentirons. Vous sentirez. Ils sentiront. Elles sentiront. Le verbe s'endormir. Présent. Je m'endors. Tu t'endors. Elle s'endort. Elle s'endort. On s'endort. Nous nous endormons. Vous vous endormez. Ils s'endorment. Elles s'endorment. Le passé composé. Je me suis endormi. Tu t'es endormi. Il s'est endormi. Elle s'est endormi. On s'est endormi. Nous nous sommes endormis. Vous vous êtes endormis. Ils se sont endormis. Le verbe se sentir. Présent. Je me sens. Tu te sens. Il se sent. Elle se sent. On se sent. Nous nous sentons. Vous vous sentez. Ils se sentent. Elles se sentent. Le passé composé. Je me suis senti. Tu t'es senti. Il s'est senti. Elle s'est senti. Nous nous sommes senti. Vous vous êtes senti. Ils se sont senti. Elles se sont senti. Le verbe se repentir. Présent. La forme négative. Je ne me repends pas. Tu ne te repends pas. Il ne se repent pas. Elle ne se repent pas. Nous ne nous repentons pas. Vous ne vous repentez pas. Ils ne se repentent pas. Elles ne se repentent pas. Le passé composé. Je ne me suis pas repenti. Tu ne t'es pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Elle ne s'est pas repenti. Nous ne nous sommes pas repentis. Vous ne vous êtes pas repentis. Ils ne se sont pas repentis. Elles ne se sont pas repentis. Le verbe ressentir. Présent. Je ressens. Tu ressens. Il ressent. Nous ressentons. Vous ressentez. Ils le ressentent. Le passé composé. J'ai ressenti. Tu as ressenti. Il a ressenti. Nous avons ressenti. Vous avez ressenti. Ils ont ressenti. Le verbe se servir. Présent. Je me sers. Tu te sers. Il se sert. Nous nous servons. Vous vous servez. Ils se servent. Elles se servent. Le passé composé. Je me suis servi. Tu t'es servi. Il s'est servi. Nous nous sommes servis. Vous vous êtes servis. Ils se sont servis. Elles se sont servis. Le verbe consentir. Présent. Je consens. Tu consens. Il consens. Nous consentons. Vous consentez. Ils consentent. Là, c'est composé. J'ai consenti. Tu as consenti. Il a consenti. Nous avons consenti. Vous avez consenti. Ils ont consenti. Le verbe dormir. Présent. Je dors. Tu dors. Il dort. Elle dort. On dort. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Elles dorment. Le passé composé. J'ai dormi. Tu as dormi. Il a dormi. Elle a dormi. On a dormi. Nous avons dormi. Vous avez dormi. Ils ont dormi. Elles ont dormi. Le verbe s'en sortir. Présent. Je m'en sors. Tu t'en sors. Il s'en sort. Nous nous en sortons. Vous vous en sortez. Ils s'en sortent. Elle s'est composée. Je m'en suis sorti. Tu t'en es sorti. Il s'en sorti. Nous nous en sortis. Vous vous en sortis. Il s'en sorti. C'est parti. C'est nous sei. Tu meu. Moral. S'es sorti. Пожалуйста, как бы ты образовал причастие настоящего времени от слова компромат? Ну, то есть, что делающий? Компромат, компромат. Что делающий? Отлично. Компрометирующий, совершенно верно. Да, компрометий, я сейчас орфоэпически, компрометирующий, так как мы по-русски произносим. Происходит от замечательного глагола компромет. Для тех, кто сказал корпрометирующий и вообще очень любит букву Н в словах конкурентноспособный, дерматин, будьте внимательны, конкурентоспособный и дерматин. Но это не имеет отношения к делу. У нас в программе подгруппа глаголов третьей группы, типа метро. Добро пожаловать в царство квинтэссенция, эссенция, 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 эссенция глаголов третьей группы. Метро. Далеко не всегда, но очень часто. Французские глаголы третьей группы оканчиваются по лицам на эс, эс, тэ. Все французские глаголы, все группы подгрупп оканчиваются в формах мы и вы на он, эй, уэнэс, бэзэдэ. И большинство оканчиваются на ээнтэ. Давайте возьмем текущий глагол, разбираемый подгруппе. Глагол «комэтро». «Совершать». И проспрягаем в настоящем времени. Пассивный глагол. «Бэзэ» Вы используете, Вы используете, Вы используете, Вы используете. Безėj명 ‏ её nervous — Ты имеетсяと Он имеет Мы им Поэтому Вы имеете Они имеются Они имеются Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Permettre... Indicatif passé composé actif... J'ai permis... Tu as permis... Il a permis... Nous avons permis... Vous avez permis... Ils ont permis... Permettre à l'imparfait de l'indicatif... Je permettais... Tu permettais... Il permettais... Nous permettions... Vous permettiez... Il permettait... Le verbe admettre... Présent... J'admet... J'admet... Tu admets... Il admet... Elle admet... On admet... Nous admettons... Vous admettez... Vous admettez... Ils ont admis... Ils ont admis... Ils ont admis... Le verbe transmettre... Le verbe transmettre... Présent... Je transmets... Tu transmets... Il transmet... Elle transmet... On transmet... On transmet... Nous transmettons... Vous transmettez... Vous transmettez... Ils transmettent... Elles transmettent... Passez composé... J'ai transmis... Tu as transmis... Il a transmis... Nous avons transmis... Vous avez transmis... Ils ont transmis... Le verbe remettre... Présent... Je remets... Tu remets... Il remet... Nous remettons... Vous remettez... Ils remettent... Tu remettras... Je remettrai... Tu remettras... Il remettra... Il remettra... Nous remettrons... Vous remettrez... Il remettra... Le verbe... Compromettre... Présent... Je remettra... Je compromet... Je compromet... Tu... tu compromet... Il... Compromettre... НОУ КОНПРОМЕТТОН ВЫУ КОНПРОМЕТТЕЙ ИЛИ КОНПРОМЕТТЕ СЕЙКОНПОЗИТ J'AI КОНПРОМИ ТУ А КОНПРОМИ ИЛА КОНПРОМИ Nous avons compromis Vous avez compromis Ils ont compromis Le verbe AIMETTRE Présent J'aimais Tu aimais Il aimait Elle aimait On aimait Nous émettons Vous émettez Ils émettent Elles émettent Ça s'est composé J'ai émis J'ai émis Tu as émis Il a émis Elle a émis On a émis Nous avons émis Vous avez émis Ils ont émis Elles ont émis Le verbe AIMETTRE Le verbe AIMETTRE Présent J'aimais 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 Tu aimais Il aimais Il aimais C'est composé C'est composé J'ai émis J'ai émis Tu as émis Tu as émis Il a émis Il a émis Nous avons émis Vous avez émis Vous avez émis Ils ont émis Ils ont émis Ils ont émis Ils ont émis Le verbe AIMETTRE Présent Je me remets Tu te remets Il se remet Nous nous remettons Vous vous remettez Ils se remettent Passer composé Passer composé Je me suis remis Tu t'es remis Il s'est remis Nous nous sommes remis Vous vous êtes remis Ils se sont remis Elles se sont remis Z Z Z Z Давайте проверим Понимание глаголов Подгруппы mettre На примере классических Французских Поговорок Promettre Mots et merveilles Chose promise Chose due Mettre Mettre Les bateaux Dans Les roues Mettre Les points Sur les i Les barres Sur les tés Вот. Ils disent. C'est composé. Ils disaient. Le verbe interdit. Le verbe interdit. Tu as interdit. Il a interdit. Elle a interdit. On a interdit. Nous avons interdit. Vous avez interdit. Ils ont interdit. Elles ont interdit. Le verbe prédire. Présent. Je prédis. Tu prédis. Il prédit. Nous prédisons. Vous prédisez. Ils prédisent. Passez composé. J'ai prédit. Tu as prédit. Il a prédit. Nous avons prédit. Vous avez prédit. Ils ont prédit. Le verbe se contredire. Si d'abord je dis blanc. Et après je dis noir. Et que je change d'avis. Comme d'autres de chemise. Je trotte vers l'avant. Et puis je me ravise. Je préfère revenir à mon poids. Mais les parles. Présent. Je me contredis. Tu te contredis. Il se contredit. Nous nous contredisons. Vous vous contredisez. Ils se contredisent. Passez composé. Je me suis contredit. Tu t'es contredit. Il s'est contredit. Nous nous sommes contredit. Vous vous êtes contredit. Ils se sont contredit. Le verbe prendre. Je prends. Tu prends. Il prend. Nous prenons. Vous prenez. Il prenne. C'est composé. J'ai pris. Tu as pris. Il a pris. Nous avons pris. Nous avons pris. J'apprenez. J'apprenez. Présent. J'apprends. Tu apprends. Il apprend. Nous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. C'est composé. C'est composé. Ils apprenaient. Ils apprenaient. Nous apprenions. Vous appreniez. Ils apprenaient. Le verbe comprendre. Vous apprenez. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Tu comprends. Il comprend. Elle comprend. Nous comprenons. Vous comprenez. Vous comprenez. Ils comprennent. Elles comprennent. Passé composé. J'ai compris. J'ai compris. Tu as compris. Il a compris. Nous avons compris. Vous avez compris. Ils ont compris. Imparfait. Je comprenais. Tu comprenais. Ils comprenaient. Nous comprenions. Vous compreniez. Ils comprenaient. Entreprendre. Présent. J'entreprends. Tu entreprends. Il entreprend. Elle entreprend. On entreprend. Nous entreprenons. Vous entreprenez. Ils entreprennent. Elles entreprennent. Passé composé. J'ai entrepris. Tu as entrepris. Il a entrepris. Nous avons entrepris. Nous avons entrepris. Vous avez entrepris. Ils ont entrepris. J'entreprenais. Tu entreprenais. Il entreprenait. Nous entreprenions. Vous entrepreniez. Ils entreprenaient. Surprendre. Surprendre. Présent. Surprendre. Je surprends. Tu surprends. Tu surprends. Il surprend. Il surprend. Nous surprenons. Vous surprendre. Vous surprendre. Ils surprendent. Passez composé. J'ai surpris. Tu as surpris. Il a surpris. Nous avons surpris. Vous avez surpris. Ils ont surpris Je surprenais Tu surprenais Ils surprenais Nous surprenions Vous surpreniez Ils surprenaient Je m'y prends Tu t'y prends Ils s'y prend Nous nous y prenons Vous vous y prenez Ils s'y prennent Je m'y suis pris Tu t'y es pris Ils s'y sont pris Nous nous y sommes pris Vous vous y êtes pris Ils s'y sont pris Le verbe reprendre Présent Je reprends Tu reprends Il reprend Nous reprenons Vous reprenez Ils reprennent Passé composé J'ai repris Tu as repris Il a repris Nous avons repris Vous avez repris Vous avez repris Ils s'y sont repris Parfait Je reprenais Je reprenais Tu reprenais Il reprenais Nous reprenais Nous reprenais Nous reprenais Vous reprenais Il reprenais Il reprenais Привет! На этой неделе наше фонетическое испоряжение продолжится особым образом поскольку Instagram-деятельность с которой вы ежедневно сталкиваетесь напрямую связана с фонетическим то есть с правильно озвученным испоряжением ключевых французских глаголов глаголов третьей группы то на этой неделе вас ждет нечто особенное Это сумасшедшее с фонетической точки зрения для людей которые никогда не занимались фонетикой штука Ну а мои ученики знают это делается достаточно просто Мы будем с вами учиться открывать челюсть как мы это делали чуть ранее на А и добавлять туда носовой звук только после Е Если группа глаголов на Э требует просто Э и нос то в данный момент мы будем рассматривать звук Й Э и нос добро пожаловать в подгруппу глаголов на Тенир Женни Je viens Je viens Je viens Tu viens Il vient « Nous venons. Vous venez. Ils viennent. » Imparfait. « Je venais. Tu venais. Ils venaient. Nous venions. Vous veniez. Ils venaient. Je suis venu. Tu es venu. Ils. « On est venu. Nous sommes venus. Vous êtes venus. Ils sont venus. » Кто-то спрягает глагол, который мы с вами будем учиться делать сегодня, как «матьё». Кто-то как «матью». Кто-то как «мытьё». Кто-то просто как «мать его». Глагол «maintenir» — поддерживать. Ручную. «Main» — рука. И сегодня мы получимся с вами делать это вручную. «Main» — звук «э» носовой. «Tenir» будет спрягаться как «tia», то есть носовой «ya». У нас два носовых. Первый «a» носом. «A». Второй «ya» носом. С тяжёлой челюстью. «Ya» носом. «Ya». Вот так это должно получиться. «Je maintiens. Tu maintiens. Il maintien. Nous maintenons. Vous maintenez. Ils maintiennent. » Le verbe «tenir». «Je tiens». «Tu tiens». «Il tiens». «Nos tenons». «Vous tenez». «Ils tiennent». Passé composé «Ind pone in». «Passer composé». «Ils tiennent». «Imparfait». Je tenais, tu tenais, il tenais, nous tenions, vous teniez, il tenais. Пряжение нашей подгруппы глаголов na tenir, venir предполагает, что фонетические. И в этом смысл того, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Давайте возьмем очередной глагол из группы глаголов na tenir, venir, и насладимся работой над корнем и флексией, так как в корне у нас будет звук «а», а в окончании будет звук «я». Сделаем глаголов в présent. Вообще, группа полна сюрпризов. Сейчас партий, пасей еще раз в конце, я удивлюсь. J'interviens, tu interviens, il interviens, nous intervenons, vous intervenez, ils intervenent. И вот оно партий, пасей, je suis, неожиданно, je suis z'intervenu, tu es z'intervenu, il est intervenu, nous sommes z'intervenu, vous êtes z'intervenu, ils sont intervenu. Les huit, c'est le père. Омерзительная восьмерка. Так называются восемь глаголов, которые являются производными от глагола venir, и которые спрягаются неожиданно с être. В passé, компози, давайте я на вас их выпущу. Devenir, revenir, но с этими еще понятно, дальше будет веселее. Survenir, advenir, intervenir, intervenir, provenir, parvenir. Будьте с ними внимательны, давайте что-нибудь проспрягаем. Например, глагол добиваться, достигать, je suis parvenu, tu es parvenu, il est parvenu, nous sommes parvenu, vous êtes parvenu, ils sont parvenu. Если в французском искать, я получил письмо, он скажет на литр, мы парвену, есть ли письмо для него важнее, тьфу-мон. Презент, du verbe soutenir. Je soutiens, tu soutiens, il soutien, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent. Le passé composé du verbe soutenir. J'ai soutenu, tu as soutenu, il a soutenu, nous avons soutenu, vous avez soutenu. Ils ont soutenu, ils soutenu, ils soutenu, ils soutenu, ils soutenu. Le verbe prévenir, présent. Je préviens, tu préviens, il prévient, nous prévenons, vous prévenez, ils prévient, ils préviennent. C'est composé. J'ai prévenu, tu as prévenu, il a prévenu, nous avons prévenu, vous avez prévenu, ils ont prévenu. 100, 1, 2, как говорил мой знакомый звукач, 100, 100, 100, 100. Проверяю микрофоны. 100 роликов, дорогие друзья. 100 полезных видеоматериалов размером в 1 минуту. 100 возможностей для улучшения вашего французского СК. Я был очень, 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 очень стократно рад сделать эти ролики для того, чтобы вы улучшили свое понимание французских глаголов, разделенных на 3 группы. Мы знакомим вас ежедневно с одной из групп французских глаголов, разумеется, правильно, фонетически точно их спрягая. Дорогие друзья, сегодня в качестве реминисценции возврата со сознанием прошлого сделаем с вами глагол REVENIR в рамках нашей подгруппы. Je reviens, tu reviens, il reviens, nous revenons, vous revenez, ils reviennent. Voilà. Boom! Même les américains comprendent. 100 souvenirs. Помнить, вспоминать. Чаще всего используется прямо с места именем A. 100 souvenirs. Уже замечательно. А еще есть А. Вы можете сан-су-нир вспоминать помнить. Презент. Je м'ен-сувьен. Ты т'ен-сувьен. Il с'ен-сувьен. Ну мы-с-а-су-венон. Вы-ву-с-а-су-вене-нэй. Ил-сан-сувьен-нэ. Посей, компози вы типичи. Се-же. Je м'ен-су-и-су-вену. Ты т'ен-э-с-у-вену. Все очень просто. Нужно просто каждый день его проговорить, разобмотреть. И скоро все запомнится. Le verbe devenir, présent. Je deviens. Tu deviens. Il devient. On devient. Elle devient. Nous devenons. Vous devenez. Ils deviennent. Elles deviennent. Je suis devenu. Tu es devenu. Elle est devenue. Nous sommes devenus. Vous êtes devenus. Ils sont. Devenus. Intervenir. J'interviens. Tu interviens. Il intervient. Nous intervenons. Vous intervenez. Ils interviennent. Je suis intervenu. Je suis intervenu. Tu es intervenu. Il est intervenu. Nous sommes intervenus. Vous êtes intervenu. Vous êtes intervenu. Ils sont intervenu. Monoton. что сам по себе существует вот уже сотню французских лет. Таким образом, с завтрашнего дня мы начинаем с вами каждый день по глаголу «не знать который нельзя». Каждый глагол с абсолютной самодостаточностью, никакой гетерогенности, совершенная автономность. Каждый глагол будет на вес золота. Повторять его нужно будет так, как каждую подгруппу на протяжении всего этого времени. Начнем с глагола «саунали». Вы узнаете. До завтра. Глагол «саунали» – один из тех редких глаголов, который удивительным образом, будучи разговорным, заменяет глагол «пертир». И в средне-литературном языке использующийся глагол «пертир» уступает свое место тому, что мы сегодня сделаем в настоящем и в прошедшем. Поехали. «Je m'en vais». Я ухожу. «Tu t'en vas». «Il s'en va». «Nous nous en allons». «Vous vous en allez». «Il s'en vont». «Je m'en suis allé». «Tu t'en ne z'avé». «Il s'en est allé». «Nous nous en sommes allé». «Vous vous en êtes allé». «Il s'en sont allé». А еще здорово он звучит в «imperatif». «Vatant». «Уходи». «Alé vous en». «Уходите». «Alons nous en». «Уйдем». Жили-были два брата-близнеца. И, похоже, были друг на друга как две капли воды. И лишь одно характерное отличие разъединяло их. Первый был простой и непосредственный, а второй вокруг себя организовывал все время субординацию. Первый общался с существителем напрямую и говорил «Je m'aperçois, Ольга. Я замечаю Ольгу». А второй все время говорил «Je m'aperçois, qu'Oльга approche. Я вижу, как Ольга идет». Сначили они одинаковые. Однако спрягались по-разному. Один был обычным, простым, а другой рефлексивным. Возвратным. Давайте послушаем, как они существуют в реальности. «J'aperçois», «Tu aperçois», «El aperçois». «Nous apercevons», «Vous apercevez», «El apercevav». «Sapercevoir». «Je m'aperçois», «Tu t'aperçois», «El saperçois». «No nous apercevons», «Vous apercevez», «El sapercevav». Вот такая история. Сегодня я познакомлю вас с глаголом «Судар». «Судараться», «Судараться». «Судараться», как Jean Duardin, в роли агента ОСС-117. «Hubert, бронisseur de la batte». И вот это что-то экзаванное. «J'aime me battre». Целая подгруппа, маленькая такая себе, дрочливая подгруппа. Настоящее время нашего лицевого глагола. «Je me bats», «Tu te bats», «Il se bat». «Nous nous battons», «Vous vous battez», «Il se batte». «И passez композе обязательно». «Будьте внимательны». «Je me suis battu», «Tu te batu», «Il se batu», «Nous nous sommes battus», «Vous vous êtes battus», «Il se sont battus». Функциональная лингвистика против нормативной грамматики. Словом, ошибок не бывает. «Абажур». 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 Наконец, само слово «абажур». «Абажур» сделано знаменитым французским назывательным способом. Берем третье лицо, единственное число глагола, которое нам нужно. В данном случае это глагол «адать», «прибить», и добавляем существительное «свет». «Свет» по-французски «jour». «Прибей свет», «забей свет», в общем, «погаси». Получается наш с вами «козырёк» или «адажур». «J'abat», «Tu abat», «Il abat», «Nous abatons», «Vous abaté», «Il se batte». «Combat, yo combat», «Combat», «Bat», «Tianya bat», «Tianya combat». «За нами Россия, Москва и Арбат». «Je combat», «Tu combat», «Il combat», «Nous combattons», «Vous combattez», «Ils combatт». «Passé composé». «J'ai combattu», «Tu as combattu», «Il a combattu», «Nous avons combattu», «Vous avez combattu», «Ils ont combattu». «Mais vous vous enfoncez sans réagir ?» «Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants». «Je me débat», «Tu te débat», «Il se débat», «Nous nous débattons», «Vous vous débattez», «Il se débatte». «Je me suis débattu», «Tu t'es débattu», «Il se débatte», «Nous nous sommes débattus», «Vous vous êtes débattus», «Il se sont débattus». «On va bientôt décérebrer, quoi, bientôt les fêtes, oui!» «Привет, дорогие друзья! Ну что, что мы будем делать в ближайшее время? Все мы знаем, все уже в настроении Нового Года, я уже не отгаду получал поздравления, с новым наступающим и прочим, это очень забавно, на второй декаде декабря. Как мы собираемся за столом, мы говорим застольные песни, поем. А что такое вот этот вот культурный весок? Мы соберемся за столом, поговорим о том о сём, и нашу песенку любимую споем. Почему называется застольная песня, кстати? Почему застольная песня? Ну, потому что за столом же собираемся, да? А можно собраться и не пить, м? Так, чтобы петь при этом застольные песни, представляете себе? Вряд ли. Французы тоже. Французы пьют, но об этом ничего не скрывают. Они прямо называют застольная песня chanson à boire. Буквально, песня, чтобы пить. Спрягаем этот глагол. Сегодня у нас с вами пить. Boire. Je bois, tu bois, ils bois. Nous buvons, vous buvez, ils boivent. Bonne fête! Да. Утверждают, что один из лучших способов запоминания какой-то информации Это повторение этой информации на сон грядущий. Так вот, сегодня, также в течение завтрашнего дня, вы будете рассматривать глагол C'est soir. Садиться. Противовес глаголу être aussi. Сидеть. C'est soir – это действие. Перемещение из положения лёжа, прыжка с парашютом в воздухе. В положение сидя. Глагол être aussi – это состояние. Это пребывание в положении сидя. Это принципиальное различие. А теперь распрягаем наш глагол. Je n'assiez, tu t'assiez, ils s'assiez. Nous nous assayons, vous vous assayez, ils s'assiez. Être assiez. Je suis assiez, tu es assiez, nous sommes assiez, vous êtes assiez, nous sommes assiez. Bonne nuit! Есть удивительные глаголы, с которыми нужно работать трезво. Глагол conclure – замечательный глагол, который как будто бы очень прост, можно его не задумываясь спрягать, однако на практике порождает стабильное количество огромных сложностей учащихся. Уж очень он простой. Посмотрите, как всё незамысловато. Отбрасываем окончание r, e в настоящем времени и добавляем соответствующее окончание глагола третьей группы. Je conclue, tu conclues или conclues. А вот дальше, вот так вот незатейливо, мы просто продолжаем добавлять окончание, и никаких согласных там во множественных числах не появляется. Nous concluons, vous concluez, ils conclues. Passer composé звучит буквально так же. Je conclue, tu as conclue, il a conclue, nous avons conclue, vous avez conclue, ils ont conclue. Только что попросту нет какой-то согласия на конце. Запомните его. Все верят друг другу. Мужчины верят женщинам. До сэм. А женщины верят мужчинам. Патрисия Касс. Патрисия Касс. Сейчас расскажу реальную историю, как я познакомился с глаголом courir. Я пришел во французскую школу, а я закончил в Москве французскую школу во втором классе. И мои ученики уже знали кое-какое количество глаголов и слов, и учительница знала, что они это знают. И поэтому, когда она давала одно из первых моих домашних заданий, когда я присутствовал, я услышал следующее. И повторите глагол courir. J'ai couru. Ну, вы знаете значение. Я подумал, ну, раз я знаю значение, значит, это курить. Раз он courir и couru тоже вроде подходит. Добро пожаловать, друзья, в глагол courir. Présent. Запомните. Passé composé. Запомните. А также предлагаю обязательно запомнить future simple. Je cour, tu cour, il cour, nous courons, vous courrez, il cour. J'ai couru, tu as couru, il a couru. Nous avons couru, vous avez couru, ils ont couru. Je courais, tu courais, il courais, nous courons, vous courrez, il courons. И не повторяйте забавных ошибок. Запомните глагол courir. Бежать вперед! Не думаю, что вам покажется странным, если я признаюсь, что для того, чтобы вдохновиться достижениями людей, я смотрю паркур. Вы знаете, что такое паркур? Для многих это мощные мотивирующие видео, доказывающие видимое отсутствие всяких преград, барьеров и границ. Это философия человеческого духа с отсутствием препятствий. Parcours. Parcours, французское слово, которое означает пробег, действие особого рода, отсутствие препятствий. Французы не мыслят иногда возможных горизонтов. Мы определяем свои ограничения или их отсутствие. Глагол parcourir и само явление parcours принадлежит французу. David Bell из Normandie нас ждет сейчас parcourir в présent. Я паркур, ты паркур, он паркур. Je parcours, tu parcours, il parcours. Nous parcourons, vous parcourez, il parcours. J'ai parcouru, tu as parcouru, il a parcouru. Nous avons parcouru, vous avez parcouru, ils ont parcouru. Вот он, посмотрите на него повнимательней. Запомните его, хотя бы на уровне картинки. Это самый опасный глагол из всех, которыми вам доведется встречаться. Больше ошибок редко где совершается. Глагол, который даже по-русски звучит «долженствовать». И его споряжение в настоящем времени поразительно. Преподаватели пролили тонны слез, чтобы ученики запоминали этот глагол. А он, тем не менее, не усваивается. В корне слова звук «e» – «devoir». В «tassez-composé» глагол начинает принимать какую-то крышечку. А вот в настоящее время заслуживает отдельного внимания. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Давайте, например. Toi, tu dois faire de l'aérobic. Moi, je dois faire l'exercice tous les jours. François et son frère, ils doivent faire beaucoup d'abdomino. Julie et Christine, vous devez faire de la danse. Le sien veut être en forme. Ils doivent faire de la musculation. «Снова копыта, как сердце стучат, и нет нам покоя, гори, но живи». Погоня! 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 Итак, до самого Рождества! Что-то надо делать! Срочно! Делать! Делать! Фэйр! Фэйр! А я вас познакомлю с его собратьями. Глагол «tarfair» – доводить до совершенства. «Defair» – разрушать сделанное. «Satisfair» – удовлетворять. «Мэфэйр» – причинять зло. «Рэфэйр» – переделать. «Контрфэйр» – симулировать. И вся эта сплоченная команда спрягается одинаково. В настоящем времени, в форме «ну», он читается с «e». «Но фэзон». «Je фэй», «tu фэй», «il фэй», «nous фэзон». «Фэзон». «Фэзон». «Вы фэйт», «Ил фэн». «Ил фэн». Пассив компози. «J'эй фэй», «tu а фэй», «il а фэй», «nous avons фэй», «vous avez фэй», «ils ont фэй». «Et qu'est-ce que vous faites les premiers jours de la nouvelle année?» «Je défais», «tu défais», «il défait», «nous défaisons», «vous défait», «ils défaut». «C'est la nuit que je refais le monde, c'est la nuit que je défais les plombs de quand elles tombent». «Je refais», «tu refais», «il refait», «nous refaisons», «vous refait», «ils refont». «On marche en parlant», «on refait la philo», «je la prends mille fois en photo». «Tu sais, j'ai beaucoup changé», «je m'étais fait des idées». Подарки, 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 но хуже всего, это когда перед подарком тебе делают маленькую подводку, почему тебе его они дарят. Нет ничего хуже, когда тебе говорят «Мы знаем, что ты любишь чай». И в этот момент ты такой про себя «Блин». Интересно, как они перейдут от чая к MacBook Air? Если ты размышляешь так, тогда один мой знакомый философ от чистой души и кристально чистого разума скажет тебе «Ты connais le problème des insatisfaits chroniques? Plus tu lui donnes, moins il est satisfait». «Satisfait». Расчеттенский глагол вареного каня «удовлетворять». «Satisfaire», «je», «satisfait», «tu satisfait», «il satisfait», «nous satisfaisons», «vous satisfait», «ils satisfont». Ха, не последствия. Поэтому Г nazicks. «Лема и господа», «надцать д aparece», « copy», «öso ты染», «испpy», «как». «Й 89» — яALI БЛЯ — «мут», «зращён», «ко видоспения», «ufлаз uncertain», « labels» «овастическоеührство». КОНЕЦ Учение протекает кругами. Вначале мы разучиваем, а потом мы разучиваемся. Об ученном незнании Николая Кузанского. Мы разучиваем слово стол. Une table. А на самом деле, une table, это же собравшись за столом. Une table, это верхняя часть алтаря. Например, ça pour chier de la sainte table, это причащаться. La table de loi, ветхозаветные заповеди, это скрижали. Те самые, которые мы сей разбил, когда увидел иудеев, поклоняющихся тельцу, когда спустился. Table de la raza, того же Джона Лока. Table, это плоская поверхность. Верхняя грань алмаза, это таблица. В музыке это дека. Все это и многое другое стол. Знание кажется бесконечным, но начинается с письменности. Главный глагол учения. Écrire. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Пишите, друзья. Или, как говорил Понти Пилат, кольцо которого нашли недавно, Брис Бифлеема. Что написал, то написал. J'écris, tu as écrit, il a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit. J'écris, tu as écrit, il a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont écrit. Сегодня имею честь представить вам едва ли не главный глагол филологии, один из главных глаголов языка знания, самый главный глагол лингвистики, ни много, ни мало, глагол валюак. Вас не бросают в трепет? Слышу слово сосюр, вас тоже не пробирают мурашки. Лингвистика. Наука, суть которой сводится к идее, что у слов нет значений, значения есть у людей. Глагол валюар, иметь значение, иметь стоимость, иметь значимость, иметь ценность. Это же пограб. Могущество этого глагола сложно переоценить. Ему достаточно только третьего лица единственного числа, чтобы завоевать огромное пространство значений. Презент. Это глагол, из-за которого во Франции вторая по численности в мире диаспора армян 500 тысяч человек. Они смелые, они руководствуются принципом «будь что будет». Добро пожаловать в глагол комильфо, глагол фалюар. Глагол означает «не доставать», «не хватать». Знаменитая формула ресторанов Мишлен, правильного образа жизни и всего настоящего. КАМ, ИЛ, ФО. У нас даже в русском, высоком, книжном, литературном, есть такое прилагательное. Камильфотный, а некоторые говорят «не камильфо» в своей ежедневной жизни. Рассмотрим формулу этого глагола. Третье лицо, единственное число, это единственный момент существования. Инфинитив. Фалюар. Презент. ИЛ, ФО. Пассе композе. ИЛА. Фалю. Инпарфей. ИЛ, ФАЛЕ. СУТЮР СИМПЛ. ИЛ, ФОДРА. СУБЖЕНКТИВ ПРЕЗЕНТ. КИЛ, ФАЙ. ЧТОБЫ БАМАДЕ. ИЛ, ФО КАТЮ РЕСПИР. И САСЕ РЯТ ДА МУДИР. ИЛ, ФО КАТЮ РЕСПИР. ИЛ, ФО КАТЮ РЕСПИР. ИЛ, ФО КАТЮ РЕСПИР. ЧТОБИ. ФОКАР ДА МУДЧАР СА КОКОМ У ЭЛE БЛИСЧОННЕ. ЕБЛИОННЕ ЕБЛИОННИЕ. НО. Л'ОПЫू, ЕЛЕ БУЛИЦЁННЕ. ЕЛЕ БУЛИНН. ФО КАТЮ ПАМТissible. ФО881. ФОА. ЕЛЕ БУЛИ. ЕЛЕ БУЛУ. ЛОО замЕA, ЕЛЕ БУЛИ. НООН. ЕЛЕ БУЛИ ПА. ЧТО БА. Она притит в воду. Очень рад, потому что, в конце концов, это показано, что блондинка, ну, они не так бедные. Сейчас прям МДР и появится штука, которая расшифровывается как или наш метафорический глагол сегодня в программе. Я умираю. Я умираю с осмехом. Ты умираешь с осмехом? Он умирает с осмехом. Мы умирали с осмехом. Вы умирали с осмехом. Вы умирали с осмехом. И забавный нутермор, конечно же. Но терморт означает мёртвая природа, поэтому запомните, глагол текущего дня спрягается с être в пассе. Je suis mort, я умер от смеха. Tu es mort, ils sont mort, nous sommes mort. Vous dites mort, ils sont mort. Скоро родится Новый год, скоро родится 2019 год. В нашей памяти истории, как много людей родилось в декабре. Вы не замечали? Нет, если вы мне скажете, что на самом деле не так много ваших друзей и знакомых родилось в декабре, это благословно прямую, я всероссийскую статистику не проводил. Но забавно, что очень многие знакомые, друзья, как по заказу, все родились в декабре. Это очень забавно, я сначала думал, что это какая-то, знаете, эффект красной машины, я декабрьский, поэтому и другие в декабре, а нет. Поэтому веду декабря, и в силу того, что это особый месяц года. Лично для меня, и для вас, особенно сейчас, глагол рождаться, глагол нет. Презент. Je ne, tu ne, il ne, nous ne sont, vous ne se, il ne se, renaissance. Пасе композит, je suis ne, tu es ne, il est ne. Nous sommes ne, vous êtes ne, ils sont ne. Bonne année! Думаю, к чему бы приурочить глагол? Сейчас услышал объявление, уважаемые родители, просьба, покидая торговый центр, не забывать своих детей. У меня сходу возникло то, что эпистемолог и историк науки Гастон Башляр называл эпистемологический разрыв. Как можно поделить родителей, которые забыли? Они выходят из торгового центра и забывают. Как это вообще можно представить? Уже не 1 апреля. Это реально происходит. Родители забывают своих детей. Если вы хотите найти разрыв, то я вам рекомендую смотреть сюда. Глагол. Интеромп про трезон. ЖАНТЕРОП, ТУ ИНТЕРОП, ИНТЕРОП, НУ ЗАНТЕРОППО, ВУ ЗАНТЕРОППЕ, ИНТЕРОППЕ. Ей-богу, не хочу снимать маску. Мне нравится? Как ему нравится 1 апреля? А чё, вот это нравится? Это нравится? Короче, вас ждут сегодня два глагола антагониста. Нравится и не нравится. Не нравится. Деплэйр. Же деплэй, ту деплэй. Иль деплэй. НУ деплэйзён. ВУ деплэйзэй. Иль деплэйз. Ну что, 19-й год уже практически случится, ломится в двери, поэтому 18-й мы вынуждены будем потерять. Глагол у меня сегодня, «терять». Великая потеря, наступит скоро Новый год для жизни, творчества и дела. Простимся с этой потерей и будем сегодня запрягать глагол терять. Попозавчера, у меня был глагол МУРИР, я был глагол НАТР, утерять. Давайте потеряем 2018. Я перд, ты перд, он перд, мы пердем, вы пердете, он пердет. Если у вас все классы с согласными, тогда будет звучать филигранно и не будет никаких потусторонних звуков. Пасе компози, я пердю, ты пердю, я пердю, мы пердем, вы пердем, вы пердем, они пердем. И вот, потеряли год на счастье. С новым 2019 годом, поехали. Пару примеров на использование. Один, два, пердю, это два, что я не могу найти. Я не могу потерять, как я играл, который ты уже видел, которые твои большие глаза не хотят. Что нужно, чтобы осмысленно воспринимать начертательную графику в виде букв или символов? За интерпретацию текста отвечает наука семиология, наука о знаках и символах. Дракон 36. Что нужно, чтобы правильно читать эту карту, например? Надо идти по линии. Первое. Последовательное и поступательное целенаправленное движение в заданной плоскости системы. Что нужно, чтобы правильно читать эту карту? Отучиться и знать методику. Научиться воспринимать не так, как ты по привычке делал до этого. Например, если ты раньше на тексте читал на кириллице, отучись, и теперь ты на латинице. Отучиться также означает достигнуть n-го уровня знаний, умений и навыков, как раз для того, чтобы мочь полномерно и поступательно двигаться в системе. Что нужно делать, чтобы правильно читать эту карту? Нужно разбираться в методике. НКС разбираться, то есть знать толк, пользоваться на практике полученными знаниями, умениями и навыками. Все это глагол лир, читать. Презент. Я лис, ты лис, я лис. Мы лисуем, вы лисе, они лисе. Позже композицию. Я лью, ты лью, он лью, мы льем, вы льете, вы льете, они льете. Знаете, что оптимист говорит на кладбище? Они... Вы знаете, что... Вы знаете, что... Они... Они... Ахахахаха! Это не плюс! Глагол смеяться. Рир! Рир! Разводите в уголки губ по максимуму. Здесь должна быть специальная складка для смеха. Очень важный французский звук. Рир! Ж... Ри! Туре! Или ри! Это что вы не видели, мои ри! Начинки. Я посмеялся Пропросите, значит, вот это вот Хотеть, значит, мочь Но если я хочу лететь, я что, полечу? Так рассуждает русский человек, когда слышит выражение Хотеть, значит, мочь Одна из самых острых философских мыслей Французского народа Ну, в каждом народе свои размышления Пословицы, поговорки, знаете, чёрт ногу сломит Что значит вообще? У нас у чёрта получаются ноги Не копыта разве? Французы говорят Vouloir, c'est pour Иногда отрицание, они очень любят отрицание, смотрите Глагол До конца моих инстаграм-споряжений глаголов третьей группы Пока идут эти 10 дней, вы можете оставлять вопросы, которые Я в дальнейшем освещу в мини-видео Вопрос от ученика М Зачем такие трудоёмкие, энергозатратные, ежедневные Видео в инстаграм? Это я для того, чтобы оставить след в вечности Теперь у всех у вас всегда будут все аристократические Глагол третьей группы, которого, если нужно, в любой момент Любой глагол, в правильном фанатическом споряжении, выдолбите себе за день Например, глагол savoir Как его запомнить вообще? Это глагол savoir Je sais Это ещё ладно Tu sais Да, тоже работает Il sait Nous savons Vous savez Точно работаем Потому что мы обычно либо на ты, либо на вы обращаемся И Ils savent Ils savent Ну как такое запомнить? Ils savent Нет, ну вы вдумайтесь A part is it passé Je suis Je suis Tu asu, il asu, nous savons su Две буквы всего И звук такой Ну конечно, надо целый день провести с этим глаголом Ну как иначе? Как его запомнить? Слышали новость? Плеу-voir Спрягается во множественном числе третьего лица А не дождя Какой дождь третьего января? Ce soir Si tu le veux Umi On la pluie Sommel Сегодня по расписанию глагол Плеу-voir Идти à дожде Дождить Ну не знаю Фэр плеу-voir Лез обьяксион А сыпать возражениями Лез критики Плеу-ва Сюр-люи До ту коте Критики Сыпались Дождем Паечу новость Глагол Плеу-voir Бувает возвратным What in heaven's name You're talking about Коми-лсен плеу-вэр Как из рога Изобилие Сури-лсен плеу-вэр 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 Начало всех начало. Контрастный глагол, амбивалентный. В нем спокойствие, мудрость, во время нас сервенелась надрыва. Вы знаете, что здесь написано? Купил в одном арабском квартале в Париже. Самодостаточность. В общем, мне так торговец сказал. Из арабского мира мне известны люди, которые называются суфиями. Мудрецами. Ассоциация механическая есть. Сюфия очень напоминает. Сюфия. Быть достаточным. Есть два выражения, чтобы прокатить этот чертов спектакль. Глагол суфИ рэта глагол каймейдИ. Bonsoir, Пари. Я знаю, я профессорidarzers сильно истории более cinco, бытовыеhablon все немного топливо, чтобы уNothing amph matin. Глагол суфИ рэта глагол драмы. Всего безумный. Парфвей в царе рано, не сердце пыщает. spoke сжимой. Ты предка полюбаешь каких-то реальных обстоятельствах, в каких-то корабликах все время, как будто тебе 13 лет всю жизнь. Вот так, ты понимаешь? Звук твоего разума идет просинхронно с твоими ртом, своими действиями. Короче, мы поняли. Глагол «вивер» за жизнь сегодня будем спрягать. Я веку, ты веку, ты веку, ты веку, мы веку, вы веку, они веку. И пусть меня поддержит основу. Он, пожалуй, неплохо справился. Ну, наконец, категорический императив, как сама жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Повторная встреча ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чуть больше сотни глаголов и самый распространенный глагольный французский речевой французский в ваших руках.